Вы смотрите новости в прямом эфире седьмого канала. Продолжаем знакомить вас с главными событиями страны и региона. Меня зовут Игорь Буренко. Здравствуйте. В Одессе снова стреляли на Таирова. По информации очевидцев, около 14.30 на Королёва 33 прозвучали несколько выстрелов, после чего якобы на земле остался лежать мужчина. Как оказалось, стрельба началась во время задержания группы так называемых барсеточников, которые занимались кражами из автомобилей. Сегодня при отработке оперативниками карного розшуку Таировского отдела полиции была выкрита группа в складе трех человек, так называемых сканеристов-барсеточников, которые выкрадали вещи с автомобилем, граждан. Под час затримания эта группа пыталась вчинять физический спротив. Одну особу было затримано, а двое, вчинавши спротив, пытались уничтожить. В результате спільных действий правления патрульной полиции и оперативников карного розшуку двое было затримано. Стосовно одной особи, что тривали оперативно-пошуковые заходы, пытались ее затримать. Под час спротиву, что вчинили эти злоумисленники, співробітникам полиции, оперативникам карного розшуку довелось застосувати пристрель травматичных, для отстрела травматичных боеприпасів, умови куль, и один из злоумисленников отримал поранення в ліве стегно. Наразі ведуться слідчі дії та тривають заходи під затримання спільників цієї групи. Жители Лиманского, Ведепольского, Раздельнянского, Беляевского и других районов митинговали сегодня на Канатной 83, где расположен областной госгеокадастер. По их словам, во многих населенных пунктах местные жители до сих пор не могут получить сельскохозяйственные паи. В то же время на делы раздают неместным и общественным организациям. В госгеокадастере митингующим ответили, что все эти незаконные акты передачи отменены или в процессе отмены. У нас есть уже данные, что десятки тысяч гектар земли выведены на какие-то организации инвалидов, на двух человек, около 30 тысяч гектар земли. Представьте себе, как может два инвалида с уставным фондом 5 тысяч гривен обрабатывать 30 тысяч гектар земли, когда у них нет ни техники, ни комбайнов, ни тракторов, ничего нет. А все это получается почему? Да потому что они эту землю забрали, получают кэш себе. В селе Прелиманское задержали четырех граждан Бангладеш. Пограничники вместе с миграционной службой установили, что иностранцы прибыли из Южной Азии и находились в Украине незаконно. Мужчин задержали, теперь они ждут суда. Одесский авторемонтный завод ушел с молотка вместе с проживающими на территории семьями военных, несмотря на мораторий суда. Сегодня представители Министерства обороны рассказали подробности скандальной истории. Все подробности у моей коллеги Мишель Армант. Вячеслав живет на территории авторемонтного завода с 2004 года. Сейчас ее со всеми возможными нарушениями продали в частные руки всего за 10 миллионов гривен. Аукцион состоялся еще 17 января. Однако стало известно об этом лишь 29 числа. С недавнего времени вся семья военного в отставке стала заложниками собственного жилья. Взял я отпуск, жена взяла по собственному желанию, сын тоже дома. То есть никто сейчас на данный момент не выходит. Потому что я так понимаю, что меня возможно туда уже не пустят. Как заявили военные, владельцем территории стала одесская компания City in Time. 2,5 гектара стоит не менее 35 миллионов гривен. Однако арбитражный управляющий, некий Ибрагим Салиев, позаботился о том, чтобы оценили всего три здания. А остальную территорию продали за одну гривну, говорят военнослужащие. В связи с незаконными действиями управляющего, Приморский суд наложил арест на имущество и запретил продажу территории. Однако данные в госреестре изменили в обход решению суда. Таким чином мы обращаем ряд неправомирных действий. В первую очередь, с Богом, как арбитражного керующего Салиева, так и державного регистратора, который вошел в государственный регистратор с неправомирной информацией. Вместе с территорией в зависимости от бизнесменов оказались и люди. Теперь их всеми возможными способами стараются выжить из домов. Сначала не пустили жену на территорию завода, сказали, что ее не пускать. Потом сказали, что надо два дня вам на выселение. Через два дня вас не выпустят. Если вы останетесь, то вас силой отсюда выселят. В этот раз Вячеслав прошел на территорию под прицелом видеокамеры. Однако мужчина не уверен, что в следующий раз без журналистов у него получится вернуться домой. 40 тысяч аккаунтов и 20 тысяч скачиваний приложения. Такие результаты работы системы электронный интерактивный учебник за шесть месяцев. За это время увеличилось количество книг с 300 до 600. Также разработчики планируют превратить систему в полноценную электронную школу, где будет доступно расписание и успеваемость учеников. Вот конец этого года будут длины электронный дневник, электронный журнал для учителей. Мы специально не внедряем все сразу, потому что у нас был такой опыт. Мы поняли, что это вызывает определенный технологический культурный шок у тех, кто использует систему, когда все сразу. Создатели планируют подключить к системе еще несколько крупных городов Украины. Уже разработка одесситов пользуются в Виннице, Харькове и в Днепропетровске. В ближайшее время присоединится и Киев, и Николаев. Миллион шестьсот пятьдесят тысяч гривен на новые площадки для выгула собак. Такую сумму заложили в городскую программу охраны животных на 2018 год. В нескольких районах Одессы уже построили площадки для тренировки собак силами волонтеров. Первую площадку мы сделали в парке Горького, потом вторую площадку на шестой станции по фонтону Большого фонтана. Организовали площадку на поселке Котовского по улице Капитана Кузнецова. Затем мы открыли площадку на горе Чумка. В течение года планируют обустроить порядка 16 новых площадок. В гидропарке Лузановка, в парках Победы, Дюковском, Шевченко, а также в районе 11-й станции Большого фонтана, аэропорта и мемориала героической обороны Одессы 411-я батарея. Одесская федерация футбола планирует создать по две детских команды в каждом избирательном округе города. Футболистов будут тренировать ветераны спорта на бесплатной основе. Финансирование хотят привлечь за счет спонсоров, депутатов и городского бюджета. Также планируют сделать два базовых стадиона. Яму возле 55-й школы для детей и стадион строительной академии на Пишоновской для студентов. Давайте в каждом округе создадим две детские команды. С 8 до 10 лет условно или с 10 до 12. Надо посоветоваться. Но обязательно, чтобы туда попали дети, которые не задействованы в спортивных секциях. Таким образом, мы в течение этого короткого промежутка времени сумеем на поверхность вытащить 2000 детей, которые сегодня вообще хотят, но не могут. Движения, с которыми невозможно справляться. У 30-летнего одессита Дмитрия Трифонова ювенильная форма болезни Паркинсона. Он не может контролировать свое тело и его состояние с каждым днем ухудшается. Непереносимые симптомы может снять нейростимулятор. Это современное хирургическое имплантированное устройство. Его цена 600 тысяч гривен. Дима не может поднести к арту стакан воды, не расплескав его по пути. У него вторая группа инвалидности и диагноз ювенильная форма Паркинсона. Болезнь быстро прогрессирует. Возможности терапии ограничены. Приступы случаются все чаще. До 17 лет парень был абсолютно здоров. Когда родители попали в серьезную аварию, юноша испытал сильный стресс. Долгое время он не знал, останутся ли они в живых. Перенес стресс сильный, и вот это вот оно начало. Вот эти движения. И плюс в этот момент я поступал в техникум. Еще экзамены туда, но нервы это все. И получается, сдала нервная система. На нервной почве у Димы начался тремор. Сначала одна рука, потом вторая, и дальше все тело. Но современная медицина дает возможность помочь человеку с таким диагнозом жить полноценно. Устранить симптомы и замедлить прогрессирование болезни можно с помощью нейростимулятора. Вот он 28 лет человек сидел в квартире. После операции уже смотрю на стадион и начал выезжать. Аппарат рассчитан на 25 лет работы и стоит 600 тысяч гривен. Но такая сумма для Димы неподъемна. Родители-пенсионеры живут в селе и помочь могут только в элементарных бытовых вещах. Врач сказал, что этим должно заниматься государство, но министерство наше. Ну, ситуация такая в стране, что я могу сделать. Ничего я не могу сделать. Одесские волонтеры уже провели благотворительную ярмарку, но на ней собрали лишь несколько тысяч гривен. Желающие помочь Диме могут отправлять деньги на карту Ощадбанка. Номер указан на экране. Историю жизни Дмитрия Трифонова смотрите сегодня в проекте «Крик души» в 20.30. Юлия Федорова, Елена Ионова, Игорь Казанжи, Вадим Танкушин. Седьмой канал. Пока это вся информация. У нас больше новостей. Смотрите в следующем выпуске. Увидимся в 18.00. Оставайтесь седьмым. Субтитры подогнал «Симон»!